Здравствуйте, я надеюсь, меня слышно. Если слышно, то как-нибудь поставьте сигналы и плюсики, чтобы я понимала, что вы меня видите и слышите. Прекрасно. Спасибо за приглашение. Я очень рада сегодняшний вечер, на самом деле, провести с вами. Почему? Потому что я вижу, что вы душой, так сказать, целью плыем. Здесь собралось большое количество людей. Я надеюсь, что не последний раз вы слышите меня, а я вижу ваши имена. Сегодня я буду говорить немного о компании Reflame, буду говорить о философии предпринимательства, буду говорить о моем видении этой компании. Потому что всегда, когда лидеры говорят о своей истории успеха, это личные истории, исходя из того, как мы это воспринимаем. Поэтому, наверное, нет объективной правды и хочу говорить именно со своей личной стороны. Я хочу немножко представиться, кто я вообще такая и почему я сегодня перед вами. На самом деле, моя история, она немножко, наверное, такая необычная, мне так кажется. Я родилась в Москве в 80-х годах. Вот моя детская фотография здесь тоже есть на картинке. И, в принципе, ничего не предвещало того, что я через какое-то определенное количество времени вдруг неожиданно попаду в Швецию. В Швеции я оказалась, когда мне было 13 лет вместе со своими родителями. И через какое-то время я там поступила в университет, в Упсальский университет, где на втором курсе я познакомилась с Магнусом Брэнстрёмом, который, который вы тоже видите на картинке, это генеральный директор и президент нашей компании. Он на тот момент занимался переездом главного нашего офиса Арифлейн из Брюсселя в Стополь. И в связи с переездом он делал такое небольшое турне по университетам Дву, по-моему, в котором учился сам, и далее в школу экономики, в которой учились основатели компании. Где он делал презентацию компании, рассказывал о возможностях Арифлейн и приглашал студентов на работу потенциально. И после этой презентации у некоторых студентов была возможность поужинать вместе с Магнусом, и я подошла и задала вопрос. Здравствуйте, Магнус, меня зовут Тамила. На слове «Тамила» он перестал слушать меня на шведском, стал говорить на русском, стал говорить о том, что Тамила – это женщина, которую мы любим больше всего на свете. Я, естественно, не знала, кто такая Тамила на тот момент, как вообще, что из себя представляет бизнес Арифлейн, и для меня стало очень интересно, я стала об этом читать, больше узнавать. Как я уже сказала, на тот момент я была студенткой, и передо мной еще стояла новая задача. Я была главой карьерного центра, который обеспечивал работой студентов, выпускающихся из университета. Соответственно, у меня было очень много контактов с различными компаниями, и мне был вообще вопрос карьеры, роста, для меня всегда были интересные. Я проводила тренинги, сама участвовала в тренингах. Поэтому, когда я встретилась опять-таки с представителями Арифлейна, выставки работодателей, которые организовывала мне, они предложили мне прислать свое резюме, и я согласилась. На самом деле оказалось, что это конкурс, в котором было 400 участников, из которых выбрали потом 10 человек, которых распределили по всему миру. Я попала в связи с знанием русского языка в Москву, и в 2010 году, вот видите фотографию, где я в 2010 году, как раз-таки уже являюсь сотрудником Арифлейн, работала два года с проектами, ездила по различным филиалам. Я была в большинстве филиалов Российской Федерации, была также в Прибалтике, когда это еще была часть нашего региона. Соответственно, уже многое видела, многое в Арифлейн стало мне родным, и я пришла на должность регионального менеджера по продажам, потому что очень хотела работать с людьми, с лидерами, и получить этот опыт тоже. Ну что же, про меня достаточно, теперь расскажу немножко про Швецию. Человек, который прожил в Швеции 9 лет, даже больше уже, у меня там до сих пор живет семья, я знаю какие-то интересные вещи, которыми я хотела с вами поделиться. Так, мы компания шведская, и вы все являетесь представителями нашей компании. Я думаю, эта информация будет вам полезна. На самом деле, шведских компаний, которые вы знаете, наверняка видели, их очень много. Обратите внимание, что это не только автомобили, да, Volvo и Saab, это также грузовики Scania, Electrolux, Ericsson, Tetra Pak. А Ericsson, между прочим, 90% всех мобильных сетей в России построены, ну, в смысле используют вышки, которые построил Ericsson. То есть это действительно очень большая, влиятельная компания, также очень много развивалась в России. H&M, SCI, это цивилозно-бумажный концерт. То есть компании, о чем мы когда-то... Они не так, как это сказать, достаточно давно. Вот, и для меня самой было в какой-то степени открытие, но именно первыми шведами в России были такие вот замечательные машины, которые делали завод, грузовой завод Scania в Санкт-Петербурге, и это вот лимузины, так сказать, S-классов. В 1913 году они уже колесили по городу Санкт-Петербург, и опять-таки это были шведские автомобили. Одни из первых автомобилей в России были шведские. Далее мы все знаем имя Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и нефтепровода, также основатель Нобельской премии. Но у него был брат, Людвиг Нобель, который, в принципе, большую часть своей жизни прожил в России и оставил после себя огромное наследие. Как метрическую систему в России он был активным меценатом, поддерживал культурное развитие, а также истоки нефтяного производства в России и в Азербайджане. Он разрабатывал, и сейчас до сих пор есть целая династия Нобели, которая живет до сих пор в России уже более 100 лет, и, по-моему, года два назад они праздновали свой юбилей рода. То есть очень интересная такая история о том, как 150 лет мы живем боку-бок со шведами и как они влияют на развитие нашей страны. Что еще, наверное, интересные факты такие про Швецию, вот такой легкий старт нашего, что не может поесть человек в России, это, наверное, шоколадные сырки, которые я очень люблю, пряники, пшено, гречка и творог. То есть вот этих вот продуктов вы в Швеции не найдете. И что особенного есть в шведской кухне, чтобы вы тоже знали, чем питаются шведы. Ну, классическими блютами являются мясные шарики с картофелем и соусом. Как видите, они подаются также с брусничным вареньем. Это очень такое нестандартное сочетание булочки с корицей и селедка, которая маринованная с сахаром. Вот это интересные такие шведские вкусы. Что еще хотела сказать? Конечно, помимо еды и вот таких веселых фактов, есть очень важные факты, что касается здоровья. То есть Швеция занимает второе место последней продолжительности жизни, да, и уступает только Японии. Вот, первое место по уровню медицинского обслуживания и образования у матерей. И самые низкие показатели детской смертности при родах в мире. То есть это говорит о том, что страна, в которой здоровье ставится на первое место, это очень важно. Именно поэтому у нас есть серия продуктов Wellness, о которой мы всегда говорим. Именно поэтому наша шведскость еще и выражается в нашей линейке продукции. Потому что мы хотим, чтобы именно здоровье и красота были на первом месте у всех тех людей, которые каким-то образом связаны с компанией Ariflame. Что же еще? То есть я хочу сказать, что у этого есть какие-то корни. Что касается экологии, Швеция заняла второе место в мире в рейтинге самых экологически чистых стран мира. Шведские граждане сами сортируют мусор в таких специальных пакетиках и контейнерах. Вот, и практически весь общественный транспорт ездит на биогазе. То есть, что опять-таки хочу сказать. Наша компания поддерживает очень много зеленых инициатив в России. И для нас это очень важно. То есть у нас две разлагаемые пакеты. У нас продукция, упаковки, продукция ко-бьюти. То есть все то, чем является Ariflame, напрямую связано с той страной, откуда Ariflame родом. Я хотела немножко об этом рассказать, чтобы вы понимали целостную концепцию. Ну, что для меня Ariflame? Это, в принципе, в первую очередь международная компания, которая представлена более чем в 60 двух странах мира. Для меня это было очень важно при выборе моей карьеры. Я думаю, для вас это также вопрос причастности к чему-то более обширному, чем какая-то работа в офисе. Что еще? Это компания, которая имеет свойственное собственное производство и в то же время прямой контакт с клиентами. Вот со стороны человека, который выбирает себе работу, я не хотела, например, работать в компании, которая что-то покупает и кому-то продает. Мы на самом деле отвечаем за каждый шаг создания нашего продукта и можем на него повлиять. И это самое интересное и важное. Даже сейчас идет опрос по, допустим, ароматам. Далее создавались идеальные помады, где можно было тестировать это все. И вся эта обратная связь перерабатывается нашими специалистами и появляются все новые и новые инновативные продукты. И это очень интересно, что в компании есть вся цепочка производства. Далее это бизнес с человеческим лицом. Я никогда не хотела работать в компании, где мне бы пришлось начинать с того, что подписывать договора и заниматься бумажной работой, не видеть людей. То есть мне нужны были люди, и здесь действительно можно сказать, что это бизнес с человеческим лицом. Более того, я, наверное, проведя 10 лет в Швеции, очень привыкла к шведским ценностям. И вот это понимание шведских ценностей, оно для меня стало очень важным. Я бы не хотела работать в компании, которая не шведская. Это восприятие всех людей как равных, это толерантность, прозрачность. И я надеюсь, вы все это чувствуете на себе тоже. И далее понимание того, что в компании есть все возможно. То есть можно оказаться на золотой конференции в Париже, можно оказаться на Боа, можно попасть в совершенно различные ситуации. Я хочу показать, наверное, несколько фотографий из моей жизни. Вот видите, что, конечно, работать приходится много, но при этом я себя видела уже и в роли супергероя, бегающего по офису в таком костюме, запуская новый продукт Эко-бьюти. Вот тут я представляю Швецию и праздник Митсаммер с флагом шведским. Тут я на сцене мегафорума перед аудиторией, 25 тысяч человек. И также вы видите мою фотографию с лидерами, с такими известными лидерами, как Владимир Полежаев, и молодыми лидерами из разных регионов. Вот это опять-таки бизнес с человеческим лицом. То есть вот это, наверное, такой маленький фрагмент того, что для меня является Арифлейм. И в первую очередь для меня Арифлейм – это стиль жизни. Я бы хотела, чтобы вы понимали, что в компании Арифлейме все больше и больше будем говорить именно о стиле жизни. Мы не будем говорить о доходе, мы не будем говорить о немедленной прибыли, мы будем говорить о стиле жизни. То есть то, что компания дает, она дает разные формы дохода. Это может быть немедленная прибыль, это может быть бонус-пример клуба, это могут быть бонусы директорские, это может быть что угодно. Поэтому мы хотим фокусироваться на стиле жизни, тот стиль жизни, который дает Арифлейм. На самом деле это не просто дополнительные деньги, это не ваш доход, на который вы сможете прекрасно существовать, если будете работать больше. Это именно ваш стиль жизни, то, что вы можете посвящать себя семье, своим близким, вы можете проводить больше времени с любимой работой, не уставая, это праздники, это путешествия, это здоровье. И мне кажется, всегда смотря на Арифлейм и приглашая людей в Арифлейм, думайте о стиле жизни, о том, как он у вас меняется в связи с Арифлейм, и как вы можете объяснить это человеку, которого вы хотели бы видеть Арифлейм своим партнерам. Что еще? Онлайн-развитие, онлайн-возможности. Мы с вами сейчас тоже находимся в таком, наверное, виртуальном пространстве, и, может быть, многие из вас даже этого не могли себе представить какое-то определенное количество лет назад, или видели в фильмах. И сейчас вот это все реально. То есть я сижу у себя дома, вы тоже у себя дома, и при этом мы все рядом и вместе. А это то малое, что за какие-то несколько лет изменило нашу жизнь. Теперь это меняет еще больше и наш бизнес. Поэтому онлайн-возможности, возможности развития, следите за нашими новостями, будут появляться все чаще и чаще. Дальше. Вопрос нашего бренда. Как мы себя видим? Вы наверняка видели замечательную рекламу Арифлейм, которая у нас была по телевидению, о мечтах. То есть не о наших мечтах, а о мечтах наших потребителей, наших клиентов, тех людей, которые пользуются косметикой Арифлейм. Для чего это все делается? Это построение нашего бренда, восприятие продукции Арифлейм, восприятие компании. Мы являемся брендом номер один в России. Мы являемся брендом номер один на протяжении уже нескольких лет. Это значит, что первое, что приходит людям на ум, когда им говорят косметика, это Арифлейм. Это прекрасно, это радостно. Но также мы хотим в нашем имидже добавить, наверное, не только понимание того, что Арифлейм купил косметику, а также Арифлейм исполняет мечты. То есть мы хотим, чтобы и вот такие сильные компании, как Coca-Cola, Apple, BMW, Kia, Gap, как вот с ними есть определенные ассоциации, которые нам кажутся, что BMW – это качество, это модно, как нам кажется, что Coca-Cola – это там, где вечеринки. То есть у Арифлейм тоже будет всегда концепция определенная, что для нас мечты людей – это вдохновение. Соответственно, наши продукты, наш бизнес, наши предложения всегда будут именно представляться в контексте этого логинга. Поэтому обращайте внимание, почему какие-то моменты делают наши компании особенно важны. Далее вопрос. Сервис мирового уровня. Мы очень много инвестируем сейчас в сервис. И, как вы знаете, у нас буквально на днях открылся новый колл-центр, и он будет работать более эффективно, больше сможет отвечать на ваши вопросы. Также можете следовать по скайпу, через чат. И есть тысячи разных способов связаться с этим нашим колл-центром новым. Это просто классно, супер. Это повышает наш уровень сервиса. Также мы открываем дистрибуционный центр в Ногинске. Мы уже открыли, я хочу про него вам потом показать ролик, если получится со скоростью интернета, все хорошо. И, наверное, для нас также важно помнить, что у нас есть еще одна составляющая. Это наш план успеха. И мы 12 марта запустили план мечты. Если вы помните, вы были на этом мероприятии. Это нереально было огромное мероприятие, в котором, в принципе, запускались одни из самых больших, или, наверное, как сказал Магну, самые большие изменения за всю историю Reflame. И нам сейчас уже важно видеть какие-то результаты этих запусков. И что произошло? Произошло то, что у нас за новые инициативы помогли определенному количеству лидеров. Мы сейчас видим цифру эту на экране, совсем немаленькую цифру. То есть мы там видим, что у нас уже в открытой квалификации 237 старших директоров и 300 экспресс-директоров. Это просто прекрасно. Я очень рада. Я надеюсь, среди вас также есть и люди, которые открывают это звание. Если вы помните, а я хочу напомнить про эти программы, экспресс-директора – это те люди, менеджеры, которые ранее не имели звания директора, выходят на уровень 22% и держат этот уровень в течение шести каталогов. Подряд, очень важно подряд. Как только проходят шесть каталогов, они получают полноценное звание директора, единовременную выплату в размере 1000 долларов. То есть они становятся настоящими директорами. То есть раньше на это уходило 8 каталогов, теперь 6. Прекрасная возможность. Это временное предложение, поэтому всем менеджерам советую здесь мобилизироваться и воспользоваться этим предложением. Дальше. Старшие директора – это новое звание в плане успеха. Если вы уже имеете звание директора и одну группу, 22% в первом уровне, то вам надо в персональной группе иметь 7500 баллов. Так вы открываете звание старшего директора. 8 каталогов из 17. Вам надо продержать эти квалификационные условия, и вы становитесь старшим директором, получаете единовременную выплату в размере 1500 долларов. У всех, у кого сейчас есть эта возможность, потенциал, я прошу вас обязательно обратите на это особое внимание. Это новое возможности, что появилось совсем недавно. Далее. У нас есть, запускались во время запуска плана мечты, много инициатив, в том числе такая инициатива, как, сейчас вот открывается, повышение наших бонусов, бонусов наших драгоценных директоров. То есть у нас повышение этого бонуса позволило среднему доходу лидера в России вырасти на 28%. Это говорит о чем? Это говорит о том, что это совершенно беспрецедентное повышение дохода без особых усилий со стороны лидера. И это как бы своего рода подарок, но мы видим это более как инвестицию в бизнес лидера, чтобы он развивался еще больше, еще лучше. И я хочу, чтобы вы посмотрели на цифры, обратили внимание, что есть среди нас в России лидеры, которые заработали на 100% больше, то есть 233 лидера, доход которых увеличился на 100%, есть лидеры, которых доход увеличился на 40% и 15%. Но обратите внимание на то, что в стандартных компаниях, в обычных компаниях для сотрудников доход не увеличивается более чем на 5% премиальных, и то за хорошую работу. И я надеюсь, многие из вас это осознают и понимают, может быть, кто-то даже на себе это отметил. Что же, я также хочу сказать, что у нас есть новые звания, очень высокие, также восстановленные звания в СНГ. Как вы знаете, у нас Владимир Полежай восстановил звание сапфирового президента, вот буквально к банкету директоров он там уже был в подтвержденном сапфировом звании. У нас появился новый старший президент в СНГ, это Алексей Севрук. Как видите, у нас есть бриллиантовый исполнительный, Галина Лескова из Средней Азии, также новые молодые золотые исполнительные директора. Я хочу, чтобы вы понимали, что это показатель роста компании, это показатель того, что в компании закрываются новые и новые звания, причем на очень высоком уровне, что говорит о динамике, что говорит о потенциале, что говорит о том, что в СНГ сейчас бизнес развивается. Что же, я также хочу сказать о том, что изменения коснулись не только рекламы, не только наших бизнес-инициатив, но также наших каталогов. Мы получили каталоги нового поколения. К сожалению, на этом слайде у меня была анимация, их было видно несколько штук, но сейчас вы видите только последние. Самые главные изменения в каталоге, они произошли исходя из определенных исследований, то есть как человек смотрит на каталог, куда он обращает взгляд, какое количество элементов воспринимаются изначально или нет. То есть если вы сравните с каталогами других компаний, особенно, ну вот, не буду сейчас, наверное, не очень хорошо так делать, но, допустим, Фаберли или возьмите Эйвон, у них очень-очень много продуктов, вот таких маленьких картинок на одной странице. И на самом деле показанием именно маркетинговой психологии это не есть хорошо. Почему? Потому что происходит расфокусировка, и уже ничего не хочется. Вот. А здесь же также я считала одно исследование, и сейчас вот тоже подтвердила свое мнение, что женщины воспринимают информацию больше в контексте, нежели оторваны от контекста, как мужчины. Например, если мужчине надо продать машину, то надо ему рассказать про все технические детали, и на него это произведет впечатление. Что касается женщины, когда мы говорим о продажах, надо ей объяснить, для чего эта машина нужна, как она облегчит ее жизнь, и как герой ее любимого фильма похож на водителя этого машины. То есть как женщины воспринимают информацию в контексте. Поэтому в наших каталогах, в которых в основном у нас продукция для женщин, там у нас и создан лейаут страниц именно так, что это какая-то история. То есть девушки-модели, там не просто девушка-модель, которая смотрит картинки, это девушка-модель в каком-то контексте. Либо она гуляет по улице, либо она путешествует на корабле, либо она отправляется в путешествие. Какие-то моменты, когда нашим клиентам будет легче себя ассоциировать. Также у нас были запуски очень успешных продуктов. Я очень надеюсь, что сейчас на этой картинке появятся продукты, которые все вы знаете и опробовали. То есть я хочу сказать, что для нас огромнейшим успехом пользовались краски Reflame, которые были запущены в этом году. И я надеюсь, что вы осознаете, что это не просто новый продукт линейки, а также инструмент работы и продаж. То есть это высокобаловый продукт, это лояльность клиентов. То есть если человеку понравилась краска, ну, будет ее покупать у вас, ну, каждые, не знаю, 5 недель, наверное, когда там сходит цвет, я просто сама не крашу, поэтому не совсем в курсе. Но для вас это возможность получить огромный прирост к объему продаж. И обратите на этот продукт особое внимание. И как вы видите, что у нас уже определенное количество упаковок куплено. И я надеюсь, что эти цифры на вас придут впечатление. Далее, 3 миллиона евро мы уже получили от продаж супов, которые тоже запускались. Это первый wellness продукт, который у нас можно продавать. То есть если у вас какие-то будут проходить мероприятия, где вы можете угощать, давать, дегустировать людям, также вы можете и продавать эти супы порционно. Далее, каждая четвертая женщина в России купила тушь гипердлина. Это статистика. Вот по количеству проданных экземпляров. То есть тушь эта понравилась. Люди покупали 1, 2, 3 и пользуются. И я. Она у меня вот стоит как раз-таки здесь, на туалетном столике. Прекрасная разработка, которая сочетает в себе ухаживающие компоненты, а также удлиняющий эффект. Я думаю, за этим будущее. Именно за тем, что женщины будут искать не только в декоративной косметике, как возможность подкорректировать свои данные, но также ухаживающий эффект. В связи с этим я хотела рассказать о запуске у нас BB-крема. Я надеюсь, что вы не пропустили это. Это как раз-таки крем, который соединяет в себе качество как тональной основы, так и увлажняющего крема. Обязательно обратите на этот продукт внимание в актуальном каталоге. Ну что же, мы рассказали о том, какие у нас замечательные продукты, но вопрос, как эти продукты попадают в руки потребителей. Я хочу показать вам видео, где вы увидите, как работает Ногинск. Это глобальный дистрибутационный центр в Ногинске, который будет обслуживать не только страны СНГ, но также и страны Азии в будущем. На данном этапе это просто огромные площади, нереальные, где будут собираться все-все-все и собираются уже частично заказы. Давайте посмотрим видео. Надеюсь, у нас это получится. Если нет, тогда буду рассказывать дальше. Один момент. Ой, что происходит? Галина, я, по-моему, сейчас не могу подключить видео, потому что у вас включена табличка. Вы могли бы ее свернуть? Я тогда запущу видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это новый шаг, новое будущее с более хорошим сервисом. Поэтому что еще хочу сказать? Наверное, о мероприятиях компании Reflame. В компании очень много проходит мероприятий, но особенно я хочу отметить, наверное, банкет директоров. Я надеюсь, что среди вас, присутствующих здесь, были участники этого банкета. Банкет – это такое событие, которое у нас проходит каждый год, на которое у нас определенные квалификационные условия. Но поверьте мне, это стоит свобод, потому что каждый раз, когда я посещаю банкеты директоров, пусть я, наверное, не в роли директора его посещаю, и очень много работы, это регистрация и так далее, для меня всегда это что-то грандиозное и красивое. Вот последний лайнер мечты у нас выглядел именно вот так. Это был гостиный двор. Это самый центр Москвы. Это площадка, которая используется, допустим, для таких мероприятий, как российская неделя моды. Для наших спонсорами были как раз-таки автомобили Volvo, которые были брендированы именно вот так. Официальный автомобиль банкета директоров. Они подвозили наших топ-лидеров на это мероприятие. Сейчас, возможно, вы узнаете звезд, которые выступали. Это Сиси Кетч, это звезда, которая была приглашена специально для выступления. И, как сказал кто-то из топ-лидеров, говоря о банкете, это не мы. Идем на концерт, чтобы посмотреть какую-то звезду, послушать ее выступление. А это к нам приходят звезды, чтобы для нас выступить. И это именно преимущество компании. Как видите, тут также выступал Эрик Бьотман в специальном костюме. Это территориальный руководитель московского филиала. Мой непосредственный начальник. Конечно, было очень весело видеть его в таком виде. Ведущими на этом мероприятии были Юрий Михайлюк и Матс Палфист. И хочу что сказать. Это вице-президенты нашей компании, старший вице-президент СНГ и Балтии. Тот сам факт того, что эти люди стоят на сцене и развлекают, они действительно, это не часть их работы. Это их непосредственная дополнительная такая обязанность. Но не то чтобы обязанность, это же было их желание. Они хотели быть там. И я хочу сказать, что когда мы говорим о маленьких компаниях, семейных компаниях, где люди работают сами, ну рестораны, например, это семейные пары, им хорошо встречать своих гостей. Но это огромная корпорация. Естественно, первичная задача и у Юры, и у Матса – это абсолютно другого рода вещи. Но мне кажется, в «Арифлейм» это особенность, когда представители компании, президенты компании, вице-президенты компании стоят на сцене в определенном амплуа, именно в прямом доступе с партнерами. И мне кажется, это показатель партнерства. И в этом году он особенно ярко выражался также с присутствием «Магнуса» на нашем банкете. Он, кстати, пообещал, что на следующем банкете все новые звания будут обнимать и целовать лично. Также здесь вы видите самых лучших лидеров нашего филиала. Это и представлены здесь Владимир Пальжаев, Анна Хумьян, Голубевы, Рада Никитина. То есть это те самые лидеры, которых мы можем видеть и на наших мероприятиях в Москве. Это новые звания. Как видите, это просто феерическое шоу было с поздравлениями. Наверное, не я буду рассказывать об этом лучше всего, о тех людей, которые были на сцене в этот момент. Но я хочу вам сказать, что помните о том, что у всех есть шанс попасть на это мероприятие. Если у вас есть желание и интерес увидеть самое большое светское мероприятие в России, я хочу вам сказать, что банкет на 5000 человек, наверное, ни одна компания более не делает на российском рынке. И мы поэтому этим гордимся. То есть банкет директоров 2014 года уже готовится. Как вы видите, специальные рецепты, известные артисты, шоу-программы и даже розы уже заказываются. Поэтому не пропустите ваш шанс. Закрывайте новое звание. Период квалификации начался уже в пятом каталоге. Осталось всего ничего. Практически шестой каталог 2014 года – это конец квалификации. Вам попасть на банкет можно, закрыть новое звание или переквалификацию. Вам надо добавить суммарно две группы. Что это значит? Что если у вас одна группа в первом уровне, выходит в течение двух каталогов. Это очень легкое условие. И если вы тем более вводите первую группу, задумайтесь о новом звании старшего директора, говоря о том, что все взаимосвязано в компании Replay. Я хочу также сказать еще об одном моменте, пока мое время не вышло. Это, наверное, о том, кем бы я хотела видеть партнеров Reflame. И когда я приходила в компанию, мне сказали, что это люди, это индивидуальные предприниматели. Они настоящие предприниматели с предпринимательским духом. И я вот долго об этом думала, что такое дух предпринимательства. И в этих слайдах хотела отразить, наверное, мы еще с Эриком это обсуждали какое-то время, что разная литература по этому поводу есть. Но что отличает предпринимателей? То, что у них есть дух, смелость соревноваться с крупными игроками на рынке, работать самыми компетентными и самыми талантливыми людьми. И у этих людей есть особая страсть к приключениям и собственному делу. Я надеюсь, очень многие себя узнали, потому что вы действительно выходите на рынок, вы знаете, что есть конкуренция, но вы готовы с ней бороться, потому что у вас за спиной есть такой партнер, как Арифлейм. А компетентные и талантливые люди – это те люди, которых вы выбираете. Очень мало, когда в роли сотрудника компании у тебя есть возможность выбирать свою команду. Это та роскошь, которая у вас есть. И я считаю, что это признак тоже предпринимателя настоящего. Особая страсть к приключениям и собственному делу, опять-таки. Это желание, я не знаю, любое путешествие с компанией Арифлейм, это приключения, посещение банкетов, мероприятий. Мне кажется, эта жизнь, она по-другому выглядит у этих людей, нежели обычная серая. Люди. Почему фокусом любого предпринимателя являются люди? Это умение читать людей. То есть вы работаете в бизнесе, где вы работаете с людьми, соответственно, этому надо учиться. Не умеете, учитесь. Это умение подать себя и свой бизнес. Это презентация в первую очередь себя, потому что люди идут на вас. Люди приходят в Арифлейм, потому что вы их пригласили. Умейте подать себя и свой бизнес. Умейте понимать нужды людей. Почему человеку интересно к вам прийти? Вот вы ему рассказываете про замечательную сумку-трансформер. Какая она вообще крутая и супер вообще. А ему не нужна эта сумка. Он в компанию Арифлейм может хочет присутствовать для того, чтобы деньги заработать. Или он хочет крем для ног себе купить. Надо понимать нужды людей. Сумка-трансформер – это бонус к тому, что он получит удовлетворить свою нужду. Всегда быть впереди. У предпринимателя нет возможности за кем-то уже повторять то, что было сделано много лет назад. Предприниматель должен пробовать что-то новое, всегда развиваться, всегда быть впереди. Это правило, которое вы должны себе навсегда запомнить. Что еще хочу сказать? Это, наверное, то, что, будучи предпринимателем, надо всегда выделяться. Добавляйте что-то свое, не просто копируйте. Развивайте большие мысли, большие идеи. У нас всегда вопрос о том, что мы иногда зацикливаемся на каких-то маленьких моментах. Да, это важно, детали важны. У нас есть моменты, когда нам надо отследить заказ, квалификации и так далее. Развивайте большие мысли для чего? Для того, чтобы объединить все эти усилия, чтобы вы понимали, для чего вы делаете маленькие усилия, что у вас где-то впереди большая цель, и что эта цель объединяет вас и вашу команду. Дальше. Старайтесь решить проблему вашего клиента. Вот такой вот ответ. Что за проблема? Ну, может, у вашего клиента нет проблем. Все люди, которые приходят к вам, с которыми вы встречаетесь, с которыми вы общаетесь, это те люди, у которых есть определенный интерес. Им либо хочется изменить что-то в своей жизни. Вам надо понять, что они хотят. Хотят доход, для чего, что они хотят изменить в своей жизни, как стиль жизни их поменяется. Поэтому, понимая и работая с этим, вы становитесь настоящим предпринимателем. Будьте внимательны к изменениям в окружающей среде. Именно тогда, когда условия меняются, появляются возможности для новичков. О чем речь? О том, что развивается интернет. Да, вот мы молодцы, мы сейчас встретились через вебинар. В соцсети, про постоянное развитие интернет-торговли. Всегда надо быть очень чувствительным к этим изменениям, потому что ничего не вечно в нашем мире, все меняется, это возможности. Команда. Выбор правильной команды, реализация идей – это А, и Б, и С, и все до Я. Ваша команда – это все люди, с которыми вы будете работать. Когда вы приглашаете в Арифлэн, приглашайте свою команду. Приглашайте человека, чтобы он чувствовал свою принадлежность. Инвестор – это тоже важный пункт. Это тот человек, который гарантирует вам стабильность вашего бизнеса, который будет иметь те же амбиции и желания пробовать новое, такие же, как вы. Так вот, я считаю, что в этом пункте, пункте 6, вы уже нашли замечательного инвестора – это компания Арифлэн. Мы действительно имеем такие же амбиции, такие же желания пробовать новое, как и вы. И также мы готовы увеличивать наши выплаты, улучшать наши предложения, улучшать наш сервис, чтобы работать на вас и на ваш бизнес. Я хочу, чтобы вы понимали, что вот этот пункт у вас уже готов, остальные пункты надо работать самостоятельно. Еще нашла вот такую интересную теорию, которую слышала из разных уст. Вы наверняка тоже слышали в разном формате она. Представляется воронка продаж. Когда мы говорим о том, что у нас тысячи холодных звонков, 100 заинтересовалось, 10 купили. О чем здесь речь идет? О том, что все наши контакты и наши результаты, они по большому счету являются вот этой воронкой. Вся наша активность. Почему наша активность иногда не приносит результатов? Что можно сделать для повышения этой активности, результативности? Это расширять основания воронки. Это номер один совет. Это то, что мы не делаем один звонок, мы делаем их в тысячу. Мы не встречаемся с 10 людьми, мы встречаемся с 20 людьми. Мы приглашаем на встречу больше людей, больше людей у нас приходит в бизнес. Поэтому этот важный момент – это первый банальный пункт – расширять основания воронки. Второй момент – это повышать эффективность, чтобы у нас из тысячи звонков было там, допустим, не 100, а 200 успешных. Чтобы если мы пригласили на ВВО 5 человек, трое из них зарегистрировались в компании. Повышаем эффективность. Эти два направления, на которые надо работать. И далее. Главные и типичные ошибки, которые могут совершать люди, работая с этой воронкой. Сетовать на жизнь не обеспечит достаточно большое основание воронки. Говорит о том, что нет, достаточно людей, недостаточно покупок, недостаточно продаж, потому что вот так и так. А никто не обращает внимания на то, что людей там мало. То есть когда у нас воронка начинается с двух контактов в каталог, мы можем забыть о результативности. То есть первая ошибка – сетовать на жизнь не обеспечивает достаточно большое основание воронки. Номер два – это мучительно размышлять о конкретных элементах воронки. То есть вот ко мне пришел человек, он вот такой был хороший, я на него потратил столько времени и не сделал ничего другого, но он у меня не зарегистрировался в компании или не сделал заказ. Узнаете себя. Я вот узнаю очень многих лидеров, которые с такими вопросами ко мне приходят. И эти две главные типичные ошибки делают многие. Постарайтесь их избегать, постарайтесь над ними работать и повышайте свою результативность. Работайте над тем, чтобы быть настоящими предпринимателями, пробуйте новое. В заключение своей, наверное, такой уже длинной речи, чтобы вы, наверное, успели еще пару вопросов задать, это золотая конференция 2014 года. Она нас ждет. И что это показатель именно стиля жизни и того, что компания Reflame предлагает нереальные путешествия, которые, в принципе, самостоятельно организовать не так легко или практически невозможно, учитывая ту программу, которая нас всех ждет. Я хочу сказать, что уже три каталога квалификаций прошло. И если у вас есть желание посетить три страны и шесть городов, которые нам предлагает компания Reflame, то обратите внимание на период квалификации. Я не хочу никого расстраивать, я не хочу демотивировать, но я хочу, наоборот, сделать ваши планы на поездку более реалистичными. Обратите, пожалуйста, внимание на то, когда вам надо открывать одну или две группы в первом уровне, чтобы успеть квалифицироваться на золотую конференцию. И даже если вы сейчас ощущаете, что вы не успеете выполнить план, если вы ранее не ездили на конференцию 25 групп, или план, который у вас поставлен, делайте задел на следующий год, потому что всегда труднее начать с нуля, но всегда, когда у вас по накатанной уже идет прибавка объема продаж каталог, ваша квалификация как на банкет, так и на золотую, она пойдет автоматом. Учитесь делать константный прирост к объему продаж, и тогда любая квалификация не будет для вас проблемой. Я хочу обратить ваше внимание, что цельтесь на круиз, и даже если в этом не получится так, что откроется новая группа, или еще какие-то обстоятельства, или уже поздно спохватились, нет никакой возможности, делайте залог на следующий год, чтобы у вас была возможность уже не с нуля начинать квалификацию на следующую конференцию. Конференции всегда в компании Reflame замечательные, интересные, бесподобные. Не упускайте свой шанс. И я хочу просто, чтобы вы понимали, что любая ваша активность, любая работа с акциями, она поможет вам на пути к успеху. А этот успех – это будет новое звание, это будет ваше выступление, и прогулка по сцене на банкете директоров, и, конечно, желание. Ну что же, мое выступление подошло к концу. Вроде как по времени я тоже уложилась, попыталась как можно больше всего уместить, и личную историю, и рассказ о том, что для меня Reflame, почему для меня эта компания близка, и почему я верю в будущее этой компании, почему я считаю, что у вас есть повод верить. Я также немножко посталась рассказать о том, как вам думать каждый день, что менять в своем бизнесе, что оставлять таким, чтобы вы могли для себя какие-то выводы сделать. рассказала вам немножко о наших крупных мероприятиях, о том, как попасть на них. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в чат, я постараюсь ответить. А так я хочу поблагодарить вас за сегодняшнее внимание, и на этом, наверное, моя презентация закончилась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!